Да, еще одно очень хорошее определение поступило. Совокупность устройств, объединенных одной сетью и управляемые дистанционно. Смотрите, еще там вот что-нибудь можно про интернет сказать, да, почему вообще интернет вещей. Но я, наверное, не буду раскрывать все карты. Приходите на курс, там у нас будет прям целое занятие про то, почему же, что такое йод, что относится к йод, что не относится к йод. Там мы с вами точно дадим уже определение, архитектуру и много другой полезной теории посмотрим. Но мы с вами еще не знакомы, поэтому я чуть-чуть буквально расскажу о себе. Зовут меня Голдинова Кристина. По образованию я робототехник, закончила бауманку, магистратуру. Но волей и судеб, по специальности я поработала недолго, а потом меня занесло в йод, в интернет вещей, чему я очень рада и ни капельки не сожалею. Работаю я в компании Райтек. Опыт работы у меня в этой отрасли уже более четырех лет. Чем я вообще занимаюсь в компании? Вообще у меня специальность довольно широкая, но в основном она касается части по железу и части по веб-интерфейсам нашей платформы и какой-либо настройки при подключении каких-то устройств. В основном я занимаюсь интеграцией протоколов в наш межпротокольный мост, всяких фреймворков и делаю макеты перед запусками уже больших масштабных серьезных проектов. И у меня есть еще полупрофессиональные увлечения, связанные с интернетом вещей. Это Айот Хакатоны, это Айот Олимпиада организации, проверка работы, составления заданий. И в том числе я иногда пишу статьи на Хабр. Тоже вот такая деятельность, мне очень интересно. Можете, кстати, по QR-кодам пройти, посмотреть уже нашу платформу и может посмотреть какие-то заинтересующие вас статьи на Хабре. Алексей, Андрей, здравствуйте. Плюсы вижу. А что же у нас с вами запланировано вообще на ближайшие два вечера? У нас с вами будет такой формат вебинара, как интенсив. Что вообще такое интенсив? Это интенсивный курс обучения чему-нибудь. И в наших реалиях это значит, что за два дня мы с вами пройдем полноценно одну небольшую тему проектирования полноценного решения по тематике шахт прям от начала и до конца. И наш интенсив подразумевает, что в эту тему мы будем входить с вами быстро, без лишних слов, может быть, без каких-то лишних объяснений. Здесь не будет никакой теории. Здесь будет только практика, только интерактив и только активные действия. Я буду рассказывать, как работать на платформе Ritech IOT Cloud, собственно, разработки в компании, в которой я работаю. Эта платформа будет использоваться на некоторых занятиях второго модуля нашего курса. Также она будет использоваться при выполнении ДЗ. И, конечно, она участвует и в выпускном проекте. Но конкретно вот таких занятий, которые у нас с вами будут решить два дня, их на курсе не будет. На курсе мы будем с вами последовательно и разносторонне изучать интернет вещей с низкого уровня устройств до высокого уровня приложений. И где-то там, как один из кирпичиков, будет наша платформа. Там мы уже более подробно посмотрим ее функционал. Какие-то моменты я буду уже подробнее объяснять, не так, как сегодня. И для того, чтобы мы уже на курсе с вами сделали с вами проекты по абсолютно разной тематике, которая вам будет интересна. Итак, цели у нас с вами какие? Ну, первое, познакомимся с платформой, вообще с этим инструментарием. Второе, мы создадим с вами полноценное решение, как я уже сказала, по тематике шахт. Я сразу скажу, что я не профессионал в этой тематике. Я там не что-то там, если я какие-то именно по теории шахт буду говорить неправильные темы на определение там, да. То есть надо понимать, что я там с этим прям непосредственно не работала. Я больше по интернету вещей. И гораздо важнее мне для вас показать принципы, на которых строятся проекты. То есть это не обязательно будет шахта. У вас может быть какая-то совершенно другая идея того, что вы потом захотите сделать. И моя задача – объяснить вам материал так, чтобы вы свое решение смогли потом реализовать. Итак, это наши официальные цели. Но есть еще пара целей, которые стоят немного за скобками, но они ничуть не менее важны. Нам вообще нужно понять, что вам интересна эта тема, чтобы вы ее чуть-чуть прощупали, какие-то, может быть, вопросы сразу задали. И, конечно, я бы сказала, одна из самых главных целей – это получить удовольствие с сегодняшнего вечера в том плане, что вы узнаете много нового и получите новые инструменты для работы, для реализации каких-то ваших идей. Теперь немножко обговорим правила, по которым мы с вами будем взаимодействовать. Рассказываю я довольно медленно, показываю я точно так же, довольно медленно, с расчетом на то, что вы все сможете повторить, осмыслить, понять и задать какие-то вопросы сразу в чат. Поэтому я советую включиться уже сейчас. Это не тот интенсив, где можно будет параллельно попить чай. Скорее всего, я думаю, у вас это не получится. Поэтому сейчас прям включайтесь и не давайте слабину до самого конца. Когда наступит конец, я думаю, что вебинар будет длиться примерно полтора часа, может быть, чуть-чуть побольше. Завтра он будет длиться также полтора часа, но, может быть, чуть поменьше. Это уже будем смотреть от того, какая у нас будет активность, сколько людей, сколько вопросов, в каком темпе вообще у нас получится с вами работать. Желательно иметь второй монитор. И сегодня вебинарах вообще на курсе. Это довольно удобно. На один монитор вывести то, что делаю я, на другой то, что делаете вы. Либо там вместо меня можно какое-то задание вывести. Я сегодня отправлю на него ссылку, потому что это задание, которое мы с вами будем делать. Поэтому, ну, конечно, это удобнее. Но если нет, то нет. Если есть монитор, то скорее его подключайте и будете вводить то, что я буду делать, на отдельный монитор. Активно работаем, активно работаем и задаем вопросы, даем обратную связь, чтобы я понимала, что как мы вообще двигаемся, ничего, не стесняемся. Если вдруг что-то со связью, сетью, там, перестали меня слышать, капсулу причин в чат. Но надо учитывать, что есть небольшая у нас задержка. Это задержка секунд 10. Поэтому вопросы в чате до меня доходят не сразу. Чат я вижу, он у меня на отдельном экране, я на него постоянно смотрю. То есть не смущайтесь, что я вам его не вывожу. Мне просто так удобнее, когда чат у меня в другом окошке. Есть такая задержка. Поэтому я буду делать довольно значительные паузы между этапами, чтобы все вопросы успели за эту задержку дойти, и я смогла дать полноценные ответы. Поэтому, да, то есть это не то, что я не вижу вопросы, не хочу на него ответить. Нет, на все вопросы, которые поступят в чат, я так или иначе отвечу, либо передам эти вопросы коллегам, которые тоже сегодня сами в чате присутствуют. Поэтому, да, я сказала, не стесняемся, пишем в чат. По записи, сразу бы ты восхищая вопросы, записи вебинара будет, но наши вебинары сегодня-завтра последовательные. Если сегодня вы не проработаете материал и отложите его на потом, там посмотреть запись завтра, скорее всего, вы это не сделаете, и догнать непосредственно завтра вебинаре будет очень сложно. Поэтому советую уже начать сегодня и закончить, и не морозить с этими записями, но запись вам, конечно, дополнительно отправить. Интенсив у нас, как я уже сказала, двухдневный. Здесь кажется, что задач мало, но на самом деле эти задачи довольно масштабные. Сегодня мы с вами будем эмулировать данные устройств сервисов ботов предварительно. Посмотрим, что вообще нужно, какие действия предпринять для того, чтобы к платформе мы смогли подключить бота, эмулятор или какое-то свое реальное устройство. И сегодня мы посмотрим, как используется на платформе постобработка данных, обработчики. А завтра мы приступим к изучению такой сущности, как автоматы, сценарии автоматизации, чтобы уже настраивать какое-то автоматическое управление нашими устройствами. И в том числе, что очень важен интернет вещей, взаимодействие между этими устройствами, чтобы от состояния одного устройства текущего мы могли предпринять какие-то действия на другом устройстве. И мы поработаем с такой интересной штукой, как геозоны. Мы с вами сами их создадим прямо на карте и будем контролировать нахождение наших устройств, наших ботов прямо в этих геозонах, которые мы нарисуем. Итак, тема сегодняшнего дня. Практика IOS. Делаем проект по контролю работ на шахтах. Часть первая. И у меня сразу к вам первое задание. Нужно зайти на нашу платформу, адрес я сейчас отправлю, и зарегистрироваться. Если у вас уже есть аккаунты, очень хорошо. Самое главное, чтобы у вас по базовой лицензии, если у вас базовая лицензия, а не платная, чтобы у вас там проходило все по лимитам. И могут быть какие-то коллапсы. Если же у вас нет еще аккаунта, это даже может быть лучше. Вы прямо сейчас можете зарегистрироваться. Мы с вами ввести данные. У вас подтверждение придет на почту. Вы подтвердите. И уже зайдете в интерфейс платформы. Критерии успешности. Вы должны увидеть нечто подобное. Как-то должно вот это так выглядеть. Либо у вас карта будет на весь экран. Но, скорее всего, если у вас сейчас первый запуск, то, скорее всего, вы увидите такое окошко. Там будут ссылочки на какие-то видео, какая-то пояснительная информация. И там, чтобы вам это не мешало, можете пропустить это. И тогда вы уже увидите то, что сейчас на экране. Три минутки у вас на это задание. Я думаю, что там особо долго ничего не нужно сделать. И по готовности плюсик мне в чат. Я пока немножко расскажу про платформу. Платформа вообще была придумана давно, еще около 10 лет назад. И активнейшим образом развивается и по сей день. Она позволяет подключать устройства, работающие по разным протоколам передачи данных. Протокол, протокол передачи данных. Это я люблю сравнивать с языком, на котором говорит железка, на котором говорит наше устройство. В платформе уже реализовано много протоколов. То есть платформа знает много этих языков. Это позволяет легко подключить разнотипные устройства и налаживать их какое-то взаимоуправление. То есть мы можем платформе подключать устройства и визуализировать данные, и управлять устройством. Я бы сказала, что это две, наверное, самые важные функции. Но также в платформе есть еще очень много полезных примочек. Это и обработка данных, которые мы посмотрим, и автоматизация, и вообще там многое-многое другое. Но, наверное, основная такая фишка для любого, кто будет использовать платформу, это быстрое подключение устройства к ней. Поскольку если у вас есть какое-то устройство, и вы хотите с ним наладить какое-то взаимодействие, то вам достаточно будет сконфигурировать модель, мы сегодня это посмотрим, с желаемыми параметрами, которые будет отправлять устройство на платформу, и командами, которые мы будем отправлять на устройство. Потом создать объект с уникальным идентификатором на платформе, в котором мы уже увидим наш интерфейс, который мы спроектировали заранее в модели. И третий этап – это просто сконфигурировать устройство для подключения к платформе. То есть условно в каком-то конфигураторе приписать адрес платформы и порт, соответствующий протоколу передачи данных, по которому работает ваше устройство. Этим мы сейчас и займемся. Так, плюсы уже вижу. Пока плюсы в малой. Еще минутку ждем. Андрей, Евгений, как минимум еще. И тогда я вижу еще несколько человек, не зарегистрировались. Жду, жду. Увидела плюсы. Еще полминуточки и двинемся. Поедем пока. Чуть-чуть еще. Дмитрий, плюс вижу. Здравствуйте. Все. Посмотрим пока дальше. Какой у нас вообще сегодня план? Пока мы все с вами планируем, планируем, потом будем просто заклеп делать. План такой. Уже подробнее. Мы сегодня сделаем свои модели защитного костюма и шахты. Система управления шахты, надо понимать. Объекты для них. Поэмулируем данные и сделаем два интересных обработчика. Для расчета заряда аккумулятора костюма, защитного костюма. И обработчик для парсинга входного пакета. Итак, первое, что мы сделаем, это наши модели. Но прежде чем я поговорю о моделях, давайте посмотрим еще раз. Я точно так же, как и вы, зарегистрировалась. Полчаса назад зарегистрировалась в платформе. Вот такой вот интерфейс вижу. Я так думаю, что... Да, Дмитрий, здравствуйте. Я так думаю, что вы видите нечто похожее. Модели у нас будут вот здесь. Но пока я рассказываю, прошу ничего особо не трогать. Сначала мы послушаем, потом уже потыкаем. Итак, модель. Первый модуль, который мы с вами посмотрим. Он там на самом верху будет, этот квадратик. Модель. Модель описывается с помощью параметров, которые мы получаем от устройства. И команд. То есть действия, которые мы можем выполнить над устройством. Либо же в командах можно запустить какой-то сценарий автоматизации. Команда на устройство – это, по сути, такой же пакет на устройство, как он нам посылает, но только в обратную сторону и по каким-то правилам протокола передачи данных, которые заранее оговорены. При этом надо понимать, что с помощью одной модели может быть описано несколько устройств, схожих между собой. То есть одну модель можно, ну, один раз сформировать, да, какую-то модель. Ну, для Гонга, там, да, как в данном примере на слайде. Либо для какого-нибудь датчика углекислого газа. Вот. Один раз сформировали, что там этот датчик вам присылает. И предположим, что у вас там в каждой комнате по датчику. Вам не нужно создавать там вот на пять датчиков пять моделей. Вы один раз создаете эту модель, а потом уже создаете пять объектов. Чуть-чуть попозже с вами про это поговорим. К каждому объекту будете подключать отдельно свой датчик. То есть, если вы знакомы немного с программированием, может быть, понятнее будет так. Модель – это класс устройств, схожих между собой. А объект, который мы дальше будем с вами создавать, – это конкретный представитель этого класса. Поэтому как раз и получается, что одну модель можно использовать для многих объектов. И одна из важных функций модели – это формирование интерфейса. Формирование интерфейса с тем пакетом, с тем набором данных, которое присылает устройство. И формирование интерфейса для отправки команд. Также модели используются и в обработчиках, и в сценариях автоматизации. И это такая самая первая, самая базовая сущность, с которой надо начинать абсолютно всегда. Потому что от нее именно многое уже идет. Ну что, поехали в наши модели. И для того, чтобы создать… Так, я сейчас попробую, может быть, чуть-чуть увеличить. Может быть, вот так будет получше. Получше видно? Так, для того, чтобы создать… То есть, да, я вот на первой вкладочке нашей модели. Для того, чтобы создать новую модель, нужно нажать на кнопочку, да, вот этот вот плюсик. И появляется вот такая вот некая форма, которую нужно заполнить. Ну, давайте пока просто, наверное, создадим какую-нибудь модель. Хотя, давайте, наверное, сразу уже назовем ее защитный костюм. Давайте, модель защитного костюма. Это имя будет у нас использоваться в интерфейсе при выборе нашей модели. Ну, и можно дать какое-то описание. Ну, например, модель используется на вебинаре. Ну, вот так. И мы сегодня с вами не будем подключать прям реальное устройство, да, потому что про шаблоны подождите, не сбегайте, пожалуйста, вперед. Я сейчас скажу. Так, мы сегодня не будем с вами подключать прям реальное устройство, да, то есть перед интенсивом мне сообщали, что вам нужно иметь какую-нибудь там ESP уже, да, какой-нибудь там разборик, какой-то железо, да. Понятно, что сейчас этого у вас может не быть, может быть, в принципе, не быть, вы не хотите это покупать, и вам нужно просто прийти познакомиться. Но на курсе мы с вами будем подключать реальное устройство. Второе. Может быть, вы могли подключать к платформе свои эмуляторы, но, опять же, чтобы написать свой эмулятор, да, нужно иметь какие-то компетенции, и это не тема сегодняшнего занятия. Но это мы тоже будем изучать на курсе. Вот. И какой этап у нас вообще, какой вариант у нас остается для того, чтобы посмотреть, что платформа, в принципе, функционирует. А мы воспользуемся встроенными прямо в платформу ботами, прямо такими встроенными эмуляторами, встроенными клиентами. И боты, которые мы будем с вами сегодня использовать, работают по протоколу MQTT. Поэтому именно такую модель мы и будем создавать. Мы вот этот шаблон выберем MQTT. Вот этот шаблон, он соответствует протоколу передачи данных, по которым подключается наше устройство. Например, если бы у нас был какой-нибудь автомобильный терминал, который работает по протоколу Vialon EPS, мы бы выбрали шаблон Vialon EPS, либо Galileo Sky, да, если у нас, соответственно, у устройства другой язык общения. И от шаблона будет зависеть, как сформируется рыба, вот рыба нашей модели. Вот этот вот каркас, с которым мы будем дальше плясать. В каких-то протоколах, в шаблоне прям сразу прописаны абсолютно все параметры, абсолютно все команды, которые можно получать с устройства и отправлять на устройство. Либо, как в случае с MQTT, протокол такой довольно общий, и можно конфигурировать модель абсолютно как вы хотите и отправлять совершенно разные структуры данных от устройства. Поэтому там, когда мы создадим сейчас MQTT, будут только несколько параметров и несколько команд. Мы посмотрим, как они создаются, как они уже созданы, на каких принципах они сформированы, и уже на базе этого создадим свою MQTT-модель. Анастасия, понятно ли, чем отличаются шаблоны? То есть шаблон мы выбираем, когда определяем, по какому же протоколу передачи данных наше устройство будет работать в платформе. В данном случае, так как бот у нас работает на MQTT, мы выбираем шаблон MQTT. И после этого нажимаем кнопочку «Создать». Описание, если что, не обязательно. Ага, я вот создала. У меня появилась вот такая вот древовидная структура модели. Значит, в левой части отображается вот такая вот структурка, а в правой части, когда я кликаю на разные узлы этой модели, отображаются вот соответствующие формы для заполнения. Видим здесь, что основное, что здесь уже есть в модели, это параметры и команды. То есть то, что мы уже несколько раз с вами поговорили. И давайте посмотрим, например, на базе вот этого аргумента, который у нас уже есть, температура, как же все это строится и заполняется. Ну, первым делом в каждом узле, вот это вот все-все-все-все-все, абсолютно все ответвления в модели, на свои узлы. Первым делом в каждом узле указывается его тип. Видимо, что здесь есть несколько типов. Тип подсистемы подразумевает, что данный узел будет содержать в себе несколько элементов таких ответвлений, вот эту древовидную структуру. Вот, например, серверная информация – это подсистема. Мы видим, что здесь вот такой получается списочек. Здесь вот есть какие-то элементы. Либо сами параметры, сами команды. Это у нас узлы с типом подсистемы. Тип аргумент, который указан в данном параметре, это значит, что данный узел – это параметр, параметр, значение, в которое передает наше устройство от датчика. Например, наш датчик передает температуру, мы создаем вот такой вот узел, и потом уже, когда мы создадим объект, в окошечко температура будет прям отображаться величина, которую прислало наше устройство. Следующий тип – это конфигурация. Конфигурация – это такой параметр, значение которого не устройство нам присылает, а которое мы сами задаем в платформе. То есть мы можем его сконфигурировать в интерфейсе объекта. По сути, узел с таким типом – это просто константы, которые могут быть необходимы для хранения какой-то дополнительной информации об объекте. Например, серийный номер, или мы сегодня тоже с вами будем смотреть, сколько энергии тратится в час у костюма. То есть это какая-то информация, которую мы знаем заранее, устройство ее не отправляет, и мы можем ее дополнительно забить в специальное окошечко, чтобы потом использовать, например, в обработчиках. Действия. Это команда или какой-нибудь автомат. Здесь можно либо команду отправить, в данном случае, либо запустить какой-то готовый автомат. И последний тип – это события. События – это то, что мы будем использовать в автоматах, когда будем строить переходы между состояниями, потому что именно по произошедшим в системе событиям эти переходы и происходят. И за время наших двух вечеров, за время интенсива мы создадим узлы абсолютно всех типов. Что дальше? Дальше у нас вводится идентификатор. Надо понимать, что идентификатор по модели уникальный, и следующее вводится имя узла. Оно может быть не уникальным, но лучше его тоже сделать уникальным. И понятным нужно делать и идентификатор, и имя. Когда вы создаете вообще новый узел, у вас тут, собственно, генерируется что-то. Но надо понимать, что то, что у нас генерируется, это не очень хорошая штука, не очень понятная, и с этим довольно сложно работать. Почему нужен понятный идентификатор? Он может понадобиться, если вы работаете с платформой, конкретно с вашим устройством, например, через ЭПИ. Вы будете запрашивать, к примеру, состояние вашего устройства. Вам там, если вы не будете нормально заполнять идентификатор, будут вот эти вот кракозябры. Вы потом в жизни не разберетесь, что у вас из этого температура, что влажность, что высота. Поэтому лучше идентификаторы делать понятными и осмысленными. А имя параметров будет отображаться в интерфейсе объекта. Опять же, если вы создадите какие-то одинаковые имена, или у вас там будет температура копия, или влажность копия-копия-копия, как бы с этим работать? То есть у вас просто будет очень некрасивый интерфейс, и вы просто эту функцию, эту интерфейс, который получается, потеряете, если нормально, не создадите параметр описания, но с функциональным. И дальше заполняется для аргумента, то есть для подсистемы уже нет такого, вот это заполнение формочки под каждый тип. Соответственно, для аргумента у нас дальше можно выбрать тип данных. Например, в данном случае число приходит, также это может быть логический тип, строковый тип. Потом указывается источник. Это очень важно. Именно по источнику происходит поиск значения параметра в структуре исходного протокола, в структуре пакета, который вам придет по протоколу. В нашем случае у нас МКТТ, поэтому в поле источник пишется топик, МКТТ, топик, с которым присылается наш пакет. Например, мы знаем, что устройство отправляет данные по температуре с пакетом, в котором топик – это base state temperature, а вот в поле данные, да, то есть у кого-то есть топик и payload, а в поле данные как раз будет величина. Вот, значит, мы по этому топику эту величину и получим. То есть в случае МКТТ это топик. Если у нас влажность, то здесь уже будет какой-то другой топик. Пока вопросов нет. Дальше. Переключатель линейный. Этот, ну, данный переключатель, да, данный блок, определяет, можно ли построить по данному параметру линейный график, плавно возрастающий или плавно убывающий. Например, по температуре такой график построить можно, а если у нас будет координата, то такой какой-то отдельный график по отдельным координатам не будет иметь никакой смыслов. То есть на график нам смотреть там особо не нужно. Потом в таком блоке, раскрывающемся при разборе, можно задать множитель, если у нас тип данных число, и тогда придет какое-то значение у нас от устройства, оно будет перемножено на множитель, который мы указали. Например, укажем здесь множитель двойка, устройство нам присылает число 10, а в интерфейсе у нас будет отображаться число 20. То есть можно сделать такое быстрое преобразование, если мы знаем, что число, которое нам приходит от устройства, нужно перемножить или, соответственно, поделить на что-то. То есть можем множителем также делить. Сохранить binary это мы не будем использовать, это нужно для дополнительного отображения данных в интерфейсе в разном формате, в текстовом, в 16-ти ричном, в B64. Мы пока это не будем касаться, оставим как текст. Дальше для чисел можно указать единицу измерения, в данном случае это градусы, Цельсия, но здесь довольно много разных других единиц. Это тоже для отображения в интерфейсе, посмотрим с вами. Им можно задать какую-то SVG-иконку, которая будет отвечать за этот параметр и выставить уровни, при которых цвет этой иконки будет меняться. Если нажать кнопку, здесь вот рядом с каждым узлом, есть такие три точки. Можно здесь добавить, да, я уже показывала, как у нас дополнительный узел генерируется. Можно копировать, создается копия этого узла. Можно удалять. И можно еще скрывать. Можно здесь скрыть, можно здесь скрыть. Это если вы, например, узел создали, но поняли, что пока он в интерфейсе вам не нужен, потому что устройство еще месяц не будет отправлять данные по этому параметру. Но вы его уже создали, вы его уже запомнили, и все-таки устройство будет отправлять по нему данные, но сейчас вы его видеть не хотите. Вы можете просто этот аргумент пока скрыть, в интерфейсе он у вас не будет отображаться, но потом вы также его откроете, он у вас появится. Что касается команд. В командах в случае mqt достаточно выбрать, вот здесь вот, значит, команду к устройству, отправить это паблиш, да, то есть мы будем публиковать такой же пакет, как устройство нам присылает пакет, с топиком и пейлоудом. Мы тоже на устройство будем отправлять пакеты с топиком и пейлоудом. В данном случае, например, можно переключать цвет, если отправить пакет на устройство с топиком, ну вот таким вот, и данными вот здесь вот единичка, здесь нолик. И если у вас есть какое-то реальное устройство, вот разумевается, что в коде прошивки у него будет некоторая подписка на вот этот топик, и тогда, если у него есть такая подписка, он получит сообщение вот это с этим топиком и посмотрит, ага, мне пришло вот такой вот топик, и я знаю, что мне нужно, если единичка, зажечь светодиод условно, а если нолик, этот светодиод выключить. То есть там должно быть настроено какое-то взаимодействие, какой-то коллбек, да, если пришла эта команда, если пришел такой пакет, что же с ним делать, да, поэтому команды настраиваются вот таким вот образом, топик и пейлот. Вот, и таким образом настраивается абсолютно вся модель для конкретно вашего устройства так, как вам это будет удобно. Сейчас я отправлю вам задание, которое мы с вами будем сегодня делать, и начнем мы создание модели для тащитного костюма. Так, отправила вам сейчас в чат ссылочку на Google Документ. Откройте его, пожалуйста, и поставьте плюсик, если видите большие, огромные, страшные таблички. Я вижу, что вы уже начали здесь появляться. Все, и давайте создавать. Вот первая наша модель – это система управления защитным костюмом. Смотрите, ну, я думаю, что так как мы… Ага, плюсы вижу. Так как мы будем… Ну, мы русскоязычные, будем модель создавать русскоязычную, я предлагаю вот эту вот подсистемку переименовать на русский и вот так вот ее назвать. Вот. Это у нас будет подсистема серверная информация, как я и задала в табличке. И тут у нас будет серверная информация. И в этой серверной информации есть уже такой параметр, как онлайн, то есть статус подключения нашего устройства и время получения пакета. Предлагаю тоже их переименовать и больше не трогать. Дополнительно в поле «Описание» можете задать какое-то описание. То есть я вам сделала табличку, здесь описание тоже уже есть. Дальше я предлагаю вот эту вот температуру удалить, влажность удалить и вот эти координаты тоже нам не нужны. А вот это вот, классный паблиш, мы оставим, потому что здесь у нас в интерфейсе будет отображаться, какое же вообще сообщение нам пришло, с каким топиком и пайлоутом. Это может быть полезно, поэтому это мы трогать не будем. Ну что, давайте создадим новую подсистему под названием «Параметры костюма». Я нажала кнопку «Добавить». Драг-н-дропом я могу вот так перемещаться по модели. Смотрите, вот так, видите? Могу поставить вообще куда хочу. «Подсистема», «Параметры костюма». Ну, какой-нибудь идентификатор тоже понятный задам. Ну, например, вот такой. И сохраню. Вот у меня появилась новая подсистемка на этом же уровне. Вот у нас серверная информация, а теперь у нас параметры костюма появились. Но они еще пустые. Я нажимаю «Добавить», и у меня в этой подсистеме появляется новый параметр. И поехали. Первый параметр – это состояние активации нашего костюма. Я буду добавлять еще описание. Дальше тип данных у нас будет логический. Либо костюм активирован, либо он не активирован. Здесь нам число, в принципе, ни к чему. И предположим, что вот по такому топику нам будет приходить состояние активированности нашего костюма. Затем я могу просто сделать копию, либо же дальше создавать новый параметр путем добавления, как и раньше. Следующий – это уровень заряда. Уровень заряда аккумулятора костюма. Это у нас уже числовое значение. Поэтому я выбрала тип данных «Число». Плюс у меня оказано, что числовое значение от 0 до 100%, поэтому я еще выберу единицу измерения проценты. И заполню источник. Если будете копировать параметры, обращайте внимание, что источник у нас разный у каждого параметра. Если вы забудетесь и укажете у двух параметров один и тот же источник, то когда вам будет приходить какое-то значение по этому топику, оно у вас положится и в один, и в другой параметр, что будет не совсем корректно, а может быть совсем некорректно. И еще у нас один параметр здесь есть. Это запас заряда. И обратите внимание, если до этого все параметры нам отправлялись от устройства, уровень заряда и состояние активированности костюма, то вот этот параметр устройство нам не отправляет. Мы его будем с вами рассчитывать из обработчика, поэтому источник мы здесь не указываем. И единица измерения у нас минуты. То есть запас наш будет в минутах. Эту подсистему мы полностью заполнили. Переходим к подсистему окружающая среда. Если вы сейчас скопируете, у вас прям полностью подсистема вся скопируется, мне это в принципе не очень нужно. Я создам новенькую чистенькую подсистемку. Так, ну, N, вот так вот, например, СИС. Это у нас окружающая среда. И у нас в окружающей среде тут костюм будет фиксировать много-много параметров. Давайте их создать им. Первое – это влажность. Заполняю этот инфекутор. Имя. Я заполняю еще описание. Вы можете не заполнять, чтобы чуть-чуть экономить время. Это числовое значение. Оно в процентах. Поэтому я выберу единицу измерения, соответственно, проценты. Дальше – кислород. Содержание воздуха. Содержание кислорода в воздухе. И источник я поменяю. А то, что это числовое значение, измеряющееся в процентах, остается так же, как и у влажности. И опять копирую. Дальше пошел углекислый газ. Содержание диоксида углерода в рудничном воздухе. И источник поменяю. А то, что в процентах, остается так же. Оксид азота. Эти все параметры у нас предполагаются, что замеряются нашим защитным костюмом и отправляются на платформу. Точно так же числовое значение в процентах. Так, ничего бы не пропустить. Сернистый ангидорит у нас сейчас. Я прям копирую из-под этого куклы блока, чтобы все это не вбивать, чтобы побыстрее немножечко у нас все это было. сероводород. Мы сейчас с вами очень большую модель создадим. Довольно быстро. Если какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Метан. И последний в этой системе – это угольная пыль. полностью всю подсистему окружающая среда я заполнила. И дальше еще небольшая подсистемка с данными от бекон-маячков, которые также передаются нам в данный объект. Добавляю еще одну подсистему. Задам ей, например, что же бекон. То есть у нас предполагается, что по шахте расположены бекон-маячки. И они нам помогают определить следующую информацию. У нас от нашего защитного костюма или от какого-то там устройства конкретно расположенного на нем приходят данные от бекона. Но мы предполагаем, что они приходят в таком интересном формате. Не сразу широта, долгота, высота и все остальное. Они приходят в пакете в формате B64. То есть это такая большая страшная непонятная строка, из которой потом, как хочешь, так и эти параметры вычленяешь. Мы сегодня как раз с вами поучимся, как же эти данные из такой строки вычленять. Поэтому мы создаем с вами параметр бекон-маячков, данные от бекона. И посмотрите, в описании как раз сказано, что это пакет данных в формате B64, который мы с помощью обработчика разобьем на отдельные параметры, которые тоже сейчас создадим. И это у нас будет уже строка. Ну, предположим, что передается эта строка в пакете с топиком Bicons. А дальше мы сейчас создадим параметры, которые не приходят нам от устройства, но которые есть уже в этой строке, и мы их потом разложим по этим параметрам. Первый у нас будет широта. Обратите внимание, что параметры широты и долготы очень важны в них идентификаторы, именно такие, как я указала, LAT и LON. Потому что по параметрам именно с такими идентификаторами потом будет происходить позиционирование объекта на карте. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Если до этого идентификаторы были просто осмысленными, то сейчас идентификаторы широта и долгота будут важны. Тип данных число, источник не указываем, потому что этот параметр будет рассчитываться из обработчика. Единственное, что единицу измерения можно выбрать градуса. Так, вроде бы все я тут сделала. Долгота. Ну и точно так же, да, градусы мы там оставляем. Потом нам еще приходит высота. Отрицательная, скорее всего. Так, вот у меня сейчас вылетел один узел, я его обратно вот так вот все тащу, чтобы он у меня под долготур был. Расположение вот в этом дереве, как параметры я располагаю, кто ниже, кто выше, повлияет на отображение этих параметров уже в интерфейсе объекта. То есть тот, кто выше, будет выше и левее, тот, кто ниже, будет ниже и правее. Это тоже из обработчика, но единственное, единица измерения будут метры. Просто метры. И все, последние два параметра, это время события. Время события, время, в которое были зафиксированы значения, которые нам пришли. Это будет тоже числовое значение, и это будут у нас миллисекунды. Обратите внимание, что нужно указать эту единицу измерения, потому что для параметров типа миллисекунды в интерфейсе будет отображение человека читаемой даты. То есть не просто будут у вас там какие-то циферки, обозначающие количество миллисекунд по UTC в Unix, а уже будет конкретная понятная дата. Она прямо будет отображаться. Поэтому мы здесь указываем миллисекунды. И последний параметр для нашей модели это количество видимых спутников. То есть не спутников, а количество видимых устройств. Спутников это, да, у нас обычно приходит такой параметр, как количество видимых спутников. Например, если спутников мало зафиксировано, скорее всего, будут не очень корректные данные по широте, по долготе. То есть у нас другая немножко история. Здесь у нас наш приемник, он фиксирует, сколько он вообще видит вот этих вот бегом маячков вокруг себя. Поэтому он будет это количество передавать. Это будет числовое значение от 0 до 8. Единицу измерения не задаем, источник тоже не задаем. И только я вот сюда вот подсистемку нашу. Все. Смотрите, какую большую модель уже сделали. Потом у нас там еще написано, что нужно создать некоторые конфигурационные параметры. Это емкость аккумулятора костюма, потом мы ее заполним. И еще мощность в течение часа. Ну, давайте создадим их. Можно еще одну подсистемку создать. Ой, ой, подсистема. Здесь у нас будут значения там по зарядам, например, так назовем. Ну и как-нибудь вот так, например. И положим сюда вот такие узлы. Тип конфигурация. Так, это идентификатор. Ну, например, там, кпсити. Это емкость аккумулятора костюма. Числовая. Все. Здесь все. И мощность в течение часа. Это у нас там power, например. Вот так сделаем. Вот мы задали два конфигурационных параметра. Их мы заполним сами. Чуть попозже. И мы сделаем еще парочку команд защитного костюма. Активация и деактивация. Переименую на русский манер. Вот. И, наверное, прямо вот из этих могу сделать. Так, идентификатор. Ну, например, там. Так, он отпускал будет. Имя активировать костюм. Ну, и с топиком пускай. Ну, например. Ну, так даже пускай будет. Вот у нас будет активация. Это, наверное, удалю. Потому что легче мне будет здесь скопировать просто. Я здесь сделаю цернов. Деактивировать. Мы будем включать и выключать наш костюм, когда будем попадать в зону рабочих действий. И в коробе укажу ноль. Все. Я абсолютно всю модель сделала. У кого все получилось, или, может быть, есть какие-то вопросы, сейчас маленькая пауза. Если вопросов нет, и вся модель построена, вы видите перед собой примерно то же самое, что и я. Ставим плюс чат. Анастасия плюс снижу. Ну, смотрите, уже я какую-то модель создала. В общем-то, сейчас я буду создавать объекты. Увижу все, что у меня получилось. Но также я могу нажать кнопочку «Показать превью». И уже вот тут вот посмотреть. Вот так у меня все это будет выглядеть. В принципе, мне все нравится. Кроме, наверное, количества видимых устройств. У меня здесь что-то не влезло. Давайте вот это, наверное, количество устройств просто сделаем. Еще раз посмотрю. Ну, теперь вот все здесь влезает. Вот, то есть вот они наши имена параметров. Вот, и команды у нас тоже. Сейчас обновлю. Обновлю страничку, чтобы подгрузились уже наши команды. Активировать, активировать костюм. Еще плюс снижу. Полминуточки еще подождем. И приступим к созданию модели шахты. Это уже будет такая маленькая модель. По сравнению с этой. Может быть, что-то нужно показать дополнительно. Пишите. Приступим к созданию модели шахты. Она также описана в нашем документе. Сразу скажу, это самая такая, ну, длительная эта часть. Но это самая базная, как я уже сказала. Это обязательно нужно сделать, подписать. Чтобы потом уже с этим мы спокойно работали. Модель управления шахтой. Также она будет МКТТ. Мы будем заполнять параметры нашим модом. Поэтому выбираю шаблон МКТТ. Нажимаю создать. Ну, и также здесь немножечко на русский переведу. Сразу параметры и команды. Так, теперь, ну, вот эту серверную информацию, единственное, я только переименую. Онлайн и время получения пакета. Все. А дальше у нас уже, как параметры, будут идти параметры немножко другие. Поэтому я опять, наверное, в свою очередь, температуру, влажность, вот эти координаты уберу. И создам новые параметры. Первый параметр – это подача электропитания в шахте. Он, как можно догадаться, будет у нас логический, либо поданный, либо не поданный. Логическое значение. И будет это значение приходить по вот такому топику. Включена ли вентиляция. Состояние включения вентиляции. Это тоже будет логическое значение. Потом у нас есть еще и сирена для оповещения о критических и опасных ситуациях. Тоже логическое. Чуть-чуть скрепилось у меня тут. Поправило. Так, еще у нас есть датчик шума. Ну, например, пошли какие-то движения пород. И там, где совершенно нет наших работников, у нас зафиксировались какие-то шумы. В этом тоже можно сообщить. Это у нас уже числовое значение, которое измеряется в децибелах. Ну, что, такая единица у нас тоже есть. И у нас есть еще датчики температуры и движения породы. Два датчика температуры. Темп 1. Ну, не буду описание уже создавать. И такое же там. Темп 1. И это у нас градусы Цельсия. Еще один точно такой же быстренько копированием сделаю. Вот так. Вот так. Все. И три датчика движения породы. Это у нас уже просто логическое значение. Скопирую и скопирую. И сразу это все заполню. И здесь, соответственно, три. 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 Все. Абсолютно все параметры я создала, которые будут приходить у нас от системы управления шахтой. Давайте команды создадим. И на этом с моделями уже будем заканчивать. Команды у нас будут такие. Включение сирены. Выключение сирены. И то же самое с вентиляцией. Так. Имя. Включить сирену. Ну и, например, здесь вот так вот укажу. С таким топиком и с данными единичкой у нас будет включаться сирена. Скопирую, лишнее не удалю. Вот. И выключить сирену. Потом точно так же включить вентиляцию в случае дымления повода или указов. Не знаю, конечно, можно ли так по факту делать, но в нашем тестесе это вот так будет. И выключить. Когда опасность миновала, мы это все для экономии выключаем. Вот такая моделька у нас получилась. Заканчиваете. Пару минуток жду. Если все вот здесь вот получилось, посмотрите еще превью. Как оно у вас тут все хорошо, все корректно. Посмотрите команды, проверьте. Если все вас устраивает, ставим «Пусть чат». В этом задании еще ниже некоторая информация про автомат. Туда пока можем не смотреть. Это у нас будет уже завтра на вебинаре, когда будем делать с вами автомат. Хорошо. Пока. Пока. Все. Пока. Пока. Все. Заканчивайте, если что-то показать, говорите, открою нужный параметр, если все получилось, плюс чат. Дмитрий, Анастасия, Андрей, Евгений, как у вас дела? Так, Анастасия, плюс вижу, у нас право в передвигах, подтягивайтесь. Полминуточки еще подожду. Дмитрий, Вишу закончили. Андрей, Алексей, как у вас дела? Если, например, вы не делаете сейчас с лайнером в прямом эфире, это может быть сейчас вам неудобно, вы можете просто поставить плюс, чтобы мы двинулись дальше. Потому что я уже ориентируюсь по количеству человек, плюсов не вижу, в одной и жду. Поэтому в случае, если вы, в принципе, с вами сегодня не можете работать, вы просто ставьте плюс. То есть я понял, я с мыслью, у меня вопросов нет. И мы просто будем двигаться дальше. Андрей, Вишу плюс-минус. Подскажите, что там у вас, на каком состоянии? Да. Отвлекает. Ну, смотрите, подтягивайтесь, делайте, насколько можете. Насколько можете, например, создавать 10 параметров А2. То есть в своем темпе, в своем режиме потом доделаете. Вот это ничего страшного. После того, как мы создали с вами две модели устройства, мы переходим на вкладочку объектов. Будем теперь добавлять объекты в платформу. То есть создавать конкретные представители этих классов, моделей. Создание объекта осуществляется вот на этой вот второй вкладочке. И точно так же аналогично нажимаете на плюсик и будет сформирована форма, которая уже содержит какую-то информацию о новом объекте, которую нужно заполнить. Первым делом мы указываем модель. Ну, давайте сначала мы создадим объектов для наших работников, поэтому выберем модель защитного костюма. Ну, использовать как бот, например, не будем пока трогать. И укажем здесь идентификатор. Идентификационный номер объекта – это очень важная штука. Именно по идентификатору в дальнейшем будет происходить распознавание объекта системой. В случае NQTT идентификатор – это Client ID, с которым NQTT клиент подключается. В случае других протоколов чаще всего это какое-то имей-устройство. То есть это вообще уникальный на всю платформу идентификатор. Если вы создадите идентификатор, который уже в платформе занят, ну, это по сути как логин, да, вам выскочит ошибка, что, извините, но данный идентификатор уже занят. Так, ну, я, например, вот такое сделаю. Первый сотрудник, помечу его, с своей фамилией. Назову его работника один. Статус описания сейчас не буду задавать. Дополнительно можно указать координаты к антификации. Сейчас сюда залезать с вами не будем. И нажимаю «Сохранить». У меня вот такая вот появляется формочка с состоянием, но никаких данных пока нет. Ну, ладно, ничего, мы сейчас их заполним. У нас нереальное устройство, но вот то у нас будет. Давайте создадим еще второго работника. Тоже модель защитного костюма. Идентификатор. Такое же я возьму, только вот здесь поменяю. И имя «Работник 2». Ну, все. Два объекта с нашей моделью защитного костюма, то есть двух работников, я сделала. Обратите внимание, да, смысл как будто бы один и тот же, и тот и тот работник. Но идентификаторы у каждого должны быть свои. То есть, если у вас есть, например, два датчика библиотекса газа в разных комнатах, то еще раз повторюсь, что при подключении к платформе у них должны быть свои идентификаторы. Но при этом они могут использовать одну и ту же модель. Получилось ли создание объектов? Ставим «плюс». Если получилось. Далее в классической схеме, после того, как мы создали уже, объект со спроектированной моделью, происходит подключение оборудования на платформу. И мы бы сразу видели отображение данных. Но так как сейчас мы будем пользоваться сервисом ботов, то вот здесь вот на вкладке «Редактирование» мы в любой момент времени можем поменять все, что мы здесь вот на создавали. Мы здесь сейчас в данном случае укажем использовать как бота. И у одного, и у другого. И нажимаем «Сохранить». После каких-то изменений на данной форме нажимаете «Сохранить». И теперь справа должна появиться, помимо карты, таблицы и групповых действий, вкладка «Бот». Запускаем бота. Мы подключились. Если бы вы подключили реальное устройство, у вас вот этот кружочек был бы зеленый. А когда реальное устройство или бот отключен, кружочек красный. В данном случае, так как у нас именно бот-платформа, именно клиент-платформа встроенный, у нас кружочек голубой. Ну что, и мы можем прямо вот здесь все-все-все-все параметры, которые мы с вами создали, сгенерировать, как будто мы нам реальное устройство их отправило. Вот смотрите, например, я генерирую датчку, как будто под датчку углекислого газа пришло значение. У меня не просто здесь окошко заполняется 45-ю, да? У меня прям приходит сообщение, как будто это реальное устройство с каким-то топиком, пэлодом. И потому что здесь указан источник bsn в карбон, это значение у меня положилось именно в этот параметр, а не в какой-то другой. Могу заполнить нулями. Обратите внимание, что единица измерения указывается, та, которую мы писали. Ну, данный от Beacon пока могу просто чего-нибудь написать. Вот такую что-нибудь, козявочку. Вот, смотрите, где логические значения. У нас вот такое окошечко числовые, понятно. Где проценты, у нас еще появляется вот такая вот шкала. Где строка, ну там строка. Те параметры, которые мы будем рассчитывать из обработчика, у них нет источников, поэтому с бота мы их не эмулируем. Мы их будем дополнительно рассчитывать. Также, помимо того, как я вот так вот просто в окошке задаю параметры, я могу их генерировать. Есть у меня два варианта генерации. Это рандомная в каком-то диапазоне и линейная. Вот давайте рандомную посмотрим. Я сейчас задам минимум и максимум. Ну, например, 0 до 100. Нажму вот так вот галочку, и у меня будет влажность генерироваться с вот такой частотой, которая указана здесь. Ну, 60 секунд – это довольно долго. Давайте 5 здесь укажем и посмотрим, как через 5 секунд здесь обновится или не обновится значение. Смотрите, вроде пошло. Видите, здесь рандомно генерируется значение. То есть можно так тестировать, например. Потом второй вариант – это линейная. И здесь я указываю шаг. С каким шагом у меня будет увеличиваться или уменьшаться, если вы укажете отрицательное значение, на наш параметр. Вот задам линейный. Давайте посмотрим, что сейчас будет. Видите, что происходит? Значение начало увеличиваться с тем шагом, который я указала. Я остановлю генерацию значений с такой большой частотой, наверное, где-то я обратно верну на 60, поскольку в базовой лицензии есть некоторые ограничения на количество пакетов, которые можно получить в устройстве. И чтобы мы сейчас это не заспамили, у нас не пошли всякие предупреждения, вот эту генерацию мы отключим. Мы ее посмотрели, разобрались. Давайте посмотрим дальше. Вот здесь вот есть история. Вот она здесь вся у нас история пакетов. Сейчас остановлю сравнить, чтобы все подключилось. Вот видите, прям вся история пакетов, которые мы посылали. А еще можно посмотреть график. Вот он, наш график по параметру, который мы сейчас с вами генерируем. Вот видите, здесь рандомное было, а здесь пошло увеличение. Можно посмотреть вот так вот, когда равные промежутки по времени. Можно посмотреть вот так вот с сериями, когда именно данные идут с равными промежутками между собой. То есть если у вас, например, устройство прислало очень много-много данных, потом долго не слало данные, у вас вот здесь будет на линейном графике, то есть такая кучка, а потом ничего не будет, потому что она именно по времени идет на масштабирование. А если вы хотите именно данные посмотреть, без относительного времени, то можно открыть серию и вот так вот это все увидеть. Можно полистать вот так вот по истории. И оно у вас тоже здесь, видите, полосочка такая вот листается. Можно вот так вот выставить полосочку на каком-то интересующем значении. И именно этот пакет из истории у вас откроется. Дальше вспоминаем, что у нас были некоторые конфигурационные данные. Где же они? Они вот здесь, значение по зарядам. Так, какая у нас там елкость аккумулятора, напомните, не 25 вроде бы, да, и мощность в течение часа, которую он тратит, это 5. Сохраняю. Заполнила, нажала сохранить. Все, конфигурационные данные у нас есть. Давайте по второму работнику тоже я уже буду создавать. Ну, тоже чуть-чуть погенерирую, чтобы было. Чуть-чуть. Вы тоже у себя пока потренируетесь. Ну, как-то так вот. Могу я отсюда какой-то пакет отправить, да, совсем любой. Он придет нам, но так как никакого параметра с топиком ERT у нас нету, он ни в каком из параметров не отобразится. А теперь давайте создадим систему управления нашей шахтой. Я вам покажу второй способ. Можно создать прямо вот отсюда. Нажимаете кнопочку «Создать новый объект с этой моделью». Сразу у вас подставляется эта модель. Использовать как бота. Создаете уникальный идентификатор. Ну, вот такой, например. Ну, вот так. Вот так сделаем. Нажало «Сохранить». Ну, нет, немножко. Ну, так вот здесь. Система «Шахты» просто. Чтобы у нас все влезало с вами. Вот так сделаем. Вот и включаю. И вот я могу здесь вот эти вот переключатели, например. 0 децибел, 25, 30, например. Ну, движение породы. Вот так вот сделать. Вот так я заполнила. А еще у нас же есть команды. Где у нас команды-то появились? Они вот они. В разделе «Команд». Я уже рассказала, как должно работать реальное устройство. То есть на него приходит какой-то пакет, команда. Вот это самое. У него есть какая-то настройка, что он должен делать при поступлении какой-то команды. Но бот, у него никакая логика не заложена. Он просто отрабатывает любую команду. То есть мы просто отправляем, команда считается выполненной. Она появляется вот здесь вот в истории команд со статусом «Саксесс». То есть бот как бы считает, что команда выполнена, но здесь мы, конечно, никаких изменений параметров не увидим, потому что в бота мы непосредственно какую-то логику не закладывали. Если получилось генерировать параметры по всем трем объектам, ставим «плюс чат» и будем двигаться дальше. Какие ограничения на платформе? Можно посмотреть вот здесь в проекте. Вот смотрите, вот он наш проект, вот там наверху я выбрала. И здесь написано, что мне доступно. Вот у меня всего может быть только 10 объектов, и я уже 3 заняла. 20 автоматов, обработчиков пока не создала. Вот такая пропускная способность. Итоговый размер, количество пользователей 5. И здесь есть ограничения по максимальному размеру пакета. То есть вы не сможете отправить очень большой пакет, большой по размеру, и количество пакетов в день. То есть если бы вы сейчас заспамили ботом, да, 1440 пакетов, то у вас выскочило предупреждение, и уже дальше пакеты не поступали. Проверять не надо, нам еще нужно поработать с этими объектами. Ответила на ваши вопросы? Приведите, пожалуйста, пример устройства, на которые могут приходить эти команды. Малина? Да, конечно, это может быть Raspberry Pi. Там можно написать какой-нибудь битоновский скрипт. Там, опять же, ну, в данном случае на слуху.t можно использовать пахами ук.t клиента, написать там какой-то скрипт, который будет, ну, да, подключить можно к Raspberry какие-то светодиоды и управлять вот этими GPIO, да, GPIO-портами ввода-вывода, и, например, управлять каким-то светодиодом, либо какое-то другое, да, какую-то другую периферию вы подключите. Это может быть Arduino, самая примитивная. Но, по сути говоря, устройство может быть абсолютно любым. Ну, например, у нас был человек, который делал вообще свой самокат прямо с нуля и программировал микроконтроллер. Я уж не знаю конкретно, какой там у него микроконтроллер был, но он реализовывал на своем контроллере протоколом QTD и, соответственно, там делал какие-то, ну, описывал, что вот если придет такая команда с таким топиком, то должны произвестись вот такие-то действия в системе управления его самоката. То есть, ну, он мог бы взять совершенно любое другое устройство, не знаю, чайник или стиральную машину, да, и прописать какую-то логику на получение определенных пакетов определенных команд. Поэтому ограничений какое-то, может быть, устройства совершенно нет. Вот. На курсе мы как раз смотрим Raspberry, смотрим Arduino, вот, ну и смотрим еще другие протоколы. И, конечно, эмуляторы тоже сами пишем. Сейчас у нас это просто боты, конечно, чтобы сократить время, потому что видите, что я так довольно долго. Андрей плюс вижу. Так, Анастасия. Анастасия, где вы? Анастасия. Как у вас дела? Может быть, конечно, отошли, но если что, вы лучше сообщите. Если какие вопросы есть. Вот. А я пока скажу вам, что, как бы, данные здесь, Анастасия плюс. Данные здесь, как бы, красивые, да, какая у нас красота. Но, на самом деле, не совсем. Мы все параметры с иконочками поудаляли, а новых никаких не создали. Вот я вам предлагаю, вот сейчас я вам дам такую папочку. Здесь есть несколько иконочек. Сейчас мы с вами создадим иконки для наших параметров. Ну, первое, это будет влажность. Для влажности у нас уже есть изображение встроенное. Вот обратите внимание. Кстати, как я быстро перешла на параметр. Смотрите. Вот навела я на него вот здесь и кликнула. Все, я сразу в модели в нужном параметре. Здесь уже есть готовая свгшечка. Я ее выберу и установлю уровни. Ну, как там, например, да, пускай 50-100. Только 100 это будет. Ну, это у нас будет все хорошая влажность. Ой, лишнюю сейчас дала. Это все будет хорошая влажность. А вот эта вот у нас будет плохая. Ну, вот так вот, например, да, по влажности можно сделать. Потом еще по уровню заряда тоже у нас есть встроенная иконочка. Батарея. Ну, здесь тоже можно как-нибудь, примерно аналогично. Это тоже будет. Например, вот так. Вот у нас будет хороший заряд. Ну, вот так, например, можно сделать. Вот. А для костюма я вам предлагаю уже сделать иконочку из вот той папки, которую я вам дала. Здесь выбираете загрузить свое свг. И я сейчас тоже прям вместе с вами свг под названием кнопка скачаю. И вот сюда вот так перетащу. Она мне здесь сразу подставилась. И если у меня все включено, пускай будет зеленый. Если выключено, ну, например, оранжевый. Потом для вентиляции. Для вентиляции. Это у нас уже здесь вот вентиляция. Тоже свое свг. Она называется у нас воздух. В нашей папочке называется воздух. Скачиваем. Кладем сюда. Ну, и, например, если включена голубая, если выключена, просто сиренки нужно сделать. И еще у нас для сирены есть. Так и называется сирена. Тоже я ее себе скачиваю. Себе тоже забирайте их. И тоже я задам свое свг. Вот так. Если включена у нас, ну, можем даже что-то такое сиреневый сделать, чтобы обратить внимание, если выключена сиренки. Теперь я перехожу обратно и обновляю страничку. И смотрите, вот теперь у нас все посимпатичнее. Иконочки, которые мы добавили вот здесь, во-первых, отображаются еще вот здесь. То есть представьте, что у нас, да, вот здесь вот карта, мы на нее смотрим. Мы с вами сотрудники, операторы какой-то компании. И мы можем анализировать, вот где, что у нас включилось. Например, в первом работнике у нас коп, костюм выключился. Или там уровень заряда. Мы смотрим хороший уровень заряда. Или, например, у нас тут разрядилось все. Вот такая может быть ситуация. Либо вентиляция у нас. Вентиляция сирена, вот мы заметили. Оп, голубая. То есть где-то что-то пошла, какая-то неполадка. Попробуйте, добавьте, попереключайте. Если работа с иконками удалась, ставим плюс чат. Сейчас мы с вами полностью закончили с моделью, объектом и подключением устройства. И можно было бы на этом закончить. Но у нас есть еще немножко времени. Мы с вами еще должны постобработкой позаниматься. Сейчас мы с вами посмотрим, что же такое обработчик. Пока ставим плюсы. Давайте по нашему плану немножко сверимся, как мы там идем. Модели мы сделали, объекты мы сделали. Ну да, немножко я здесь не рассказала, для чего вообще объект нужен. Ну, я думаю, что вы уже и сами поняли, что объект нужен для вот этого интерфейса, для взаимодействия, посмотреть историю, поотправлять команды. Да, история команд тоже, редактирование команд, здесь все понятно. То есть все в соответствии с той моделью, которую мы предварительно сформировали. Эмуляцией данных мы с вами позанимались. И сейчас мы с вами приступим к обработчикам. Еще полминуточки подожду и буду уже рассказывать про обработчики. Спасибо. Так, Андрей, как у вас СВГ? Так, Евгений, вижу, где-то у нас давно потерялся. Не отстаем, не отстаем. Можем сделать меньше, но сделать все равно, в какой-то степени. Обработчики. Ну, здесь я вот привела, да, несколько таких. Обрывочка обработчиков. Что это вообще такое обработчик? Обработчик – это код. Обработчик – это какая-то функция, которая позволяет произвести, понятное дело, обработку со входными данными, которые вы отправите на вход обработчика. Произвести какие-то действия, да, какую-то обработку. И на выходе выдать какие-то, извините за автологию, выходные данные. Вот, то есть выходные данные у нас получатся из входных данных согласно тому коду, согласно той функции, которую вы напишете. Больше здесь останавливаться сейчас не буду, тем более время у нас ограничено. Я за то, чтобы все изучать на практике. Мы сейчас с вами напишем обработчик, который рассчитывает заряд аккумулятора. То есть помним, что уровень заряда нам приходит, а запас заряда нам не приходит. Мы его сами будем рассчитывать на базе уровня заряда актуального и конфигурационных данных, которые у нас сейчас с вами лежат в конфигурации. Помните, что мы в объекте заполняли. Так, кстати, по конфигурации сейчас надо проверить. Я у обоих это запомнила. Так, здесь освещение 25,5, а вот здесь я не запомнила. Надо запомнить у обоих объектов, потому что обработчик мы будем и туда, и туда назначать. Смотрите, кстати, я вот так вот руками взяла и запомнила по двум работникам. Маленькое отступление. А представьте, что у вас 500 работников. Вы что будете по всем ходить и назначать какие-то конфигурационные данные? У нас есть здесь групповые действия. И можно прямо вот взять и по двум работникам выбрать «Изменить объекты». И вот здесь взять и указать. Ну, там, например, да, я сейчас неправильное значение укажу. 36. Применяем. И что получается? Видите, сразу по обоим объектам эти параметры поменялись. И сейчас также я это обратно верну. Вот так вот еще вариант это сделать. Применила, проверяю. По двум работникам у меня конфигурационные данные запомнены. И, значит, на основании вот этих вот конфигурационных данных актуального значения нам нужно рассчитать по формуле запас заряда по времени в минутах. То есть, насколько нам, в принципе, хватит нашего заряда. И формула у нас такая. Сначала мы с вами рассчитаем, насколько вообще этого заряда может хватить. То есть, возьмем полную нашу емкость. 25, да, она у нас. Поделим ее на то, сколько тратится в течение часа. Это 5. И умножим на 60. Так у нас получается, когда мы поделили емкость на мощность. Ну, сейчас терминологию не углубляемся. То есть, это я дала такие названия. Не думайте об этих единицах измерения каких-то. Вот, когда мы поделили емкость на мощность, мы получили, насколько, в принципе, часов хватит нашего заряда. И умножим на 60, чтобы получить не часы, а минуты. Это максимально, насколько вообще может хватить. Загрузка параметров из файла возможна. Андрей, каких параметров? В модели которые? Там, смотрите, возможно. Например, в таком варианте, как вот здесь есть такая кнопочка при создании модели. Импорт. Вы, например, вот эту модель, вот вы сделали и хотите поделиться своим другом. Знаешь, там, Володя, я на такой вот вебинар вчера сходил, мы такую модель делали, но чтобы тебе сэкономить время, я не буду тебя загружать этим всем. Возьми мою модель и пользуйся ей. Вы нажимаете здесь экспорт, вы сохраняете файл, и у вас она сохраняется в формате JSON. То есть все, сохранение произошло. И потом, когда ваш друг Володя там условно будет делать модель, он нажимает вот здесь вот импорт, и прямо из файла эту модель вашу заберет. Она у него отобразится прямо такая же, как вы ее делали. То есть можно вот так вот из файла, можно также по ссылке загрузить модель. Плюс можно модель, кстати, вправить вот здесь вот через код. Если вам удобнее вот как-то, ну, откуда-то что-то копировать. Так, там же те же аккумуляторы не идеальные. Для 100 работников загрузить актуальную емкость. Тогда по каждому нужно будет загружать отдельно. То есть это уже через групповые действия не получится. Это нужно будет по каждому пройтись, это и заполнить. Да, в этом случае я поняла вас. Это тогда вот по каждому вы будете заполнять, сохранять. Если это какая-то, да, такая, ну, разная может быть информация по разному оборудованию. Вот, вернемся к нашей формуле. Мы с вами рассчитали максимальный запас заряда в минутах. Вот, а нам нужно рассчитать текущий запас заряда. Ну, мы знаем, что у нас сейчас уровень 60%. Мы, соответственно, ой, что я тут на 60 написала, неправильно написала. Запас заряда, сейчас посмотрим в обработчике. Максимальный запас заряда нужно будет умножить на текущий уровень заряда и поделить на 100. То есть здесь я, конечно, конечно, махнула. Запас заряда наш. Максимальный. Максимальный запас заряда. Умножить на уровень. Ну, так как он у нас в процентах, нужно еще на 100 поделить. Вот такая будет формула. Так вот, чтобы вас не путать сразу. Ну и все, пойдемте сразу этот обработчик и сделаем. Мы переходим на следующую вкладку. Автоматы пока что пропускаем до завтра. И переходим на вкладку обработчики. Нажимаем кнопку, опять же, либо плюсик, либо создать. Обработчик наш, например, расчет заряда аккумулятора. Можно издать какое-то описание. Можно прямо сюда эту формулу написать. Параметры по умолчанию. Возьмем брать последнее присланное значение. Тут еще вариант заменять на нал. В двух словах поясню. Если брать последнее присланное значение, то если у вас приходит пакет, в котором нет параметра, который поступает на вход обработчика, тогда обработчик просто произведет действие с тем последним полученным значением, которое у него было. И, собственно, выходное значение у вас не изменится. Вы как видели, так и останется. Если же вы не хотите производить обработку с тем пакетом, в котором нет параметра, такого, который вы берете на вход, то выбираете настройку заменять на нал. И уже в коде обработчик вы можете, например, если дата равно нал, то return. То есть вообще не делать, например, обработку. Либо сделать, может, какое-то предупреждение или что-то такое. Сейчас мы с этим не будем уже заморачиваться. Возьмем просто брать последнее присланное значение. Может быть, какой-то глюк, не обращайте внимания. И у нас вот такая вот рыбка. Здесь вот наверху такой комментарий, описание, что он делает. Ну, я это, наверное, удалю. Что-то не хочется мне сейчас это все заполнять. И дальше идет описание параметров, которые мы будем использовать. Мы с вами будем использовать три параметра. Это будет наш заряд. Я сейчас указываю просто имена переменных, которые я буду использовать в обработчике. Ой, не то написала. Вот имена. А это тип данных. У нас будут три числовые переменные. Первая будет наш заряд. А дальше идет здесь вот уже просто комментарий. То есть вот это вот тип данных, тип переменной, который поступает на вход. Вот это сама эта переменная. И дальше идет комментарий. А потом у нас будет еще приходить наша максимальная. Как я ее вот так вот, например, назову. Ну, второй параметр. Вот так. И у нас еще один будет параметр. Помните, да, у нас три переменные участвуют. Час, мощность в час. Можно тоже как-нибудь назвать. В общем, здесь можно написать уже все, что хотите. Смотрите, он подсвечивает красный. Почему он подсвечивает? Он говорит, вот я писала какие-то переменные, но такого параметра на входе еще нет. Зато были А и Б. Но А и Б это мы уже удалили. Поэтому мы берем в нашу функцию на вход. Ну что же ты ругаешься. На вход эти переменные и положим. Вот мы на вход положили переменные. Но они теперь серые. Почему они серые? Потому что они неиспользуемые. Вот. Поэтому мы сейчас с вами создадим такую переменную. Ну, сразу давайте возьмем запас заряда наш в минутах. Прямо сразу в одной формуле все это сделаем. И что нам нужно? Нашу максимальную, вспоминаю формулу, нашу максимальную емкость, поделить на то, сколько тратится за час. Мы узнали, сколько тратится за час. А нам надо узнать, сколько же хватит, насколько тратится, разоговариваюсь уже, насколько хватит минут. То есть здесь мы узнали, насколько хватит часов, а сейчас мы узнали, насколько хватит минут. И теперь нам это нужно умножить на наш актуальный вот этот вот процент заряда. И так как это процент, нам еще нужно поделить на 100. Вот и вся формула, которую мы там написали. У нас была рыбка с суммой, с суммой, да, вот этих А и Б, но мы уже все переделали. Поэтому на выход в return мы пишем нашу переменную формулу, которую мы записали. Формулу сейчас вам отправлю. Свертись. Нажимаю сохранить. И я тут же могу протестировать. Ну сколько, например, пускай у меня будет стопроцентный заряд, максимальный у меня 25, а за час у меня тратится 5. То есть сколько там 25 на 5? Это 5. Потом умножили на 60, получили 300. И умножили на 100, поделили на 100. Вот как бы на краевых значениях нужно посмотреть. Если 50, мы укажем, сколько должно быть? Половина, да, 150. Если 60 укажем, то 180 будет. Все, у нас обработчик работает. Пока окно тестирования открыто, мы здесь ничего не можем с вами менять. То есть это есть подсказка. Вот я закрываю тестирование. Не обращаем внимания. И вопрос пока нет. Перехожу на вкладку объекты. Куда же мы вообще этот обработчик будем назначать? Я хочу назначить сразу на двух вот этих вот работников, наших рабочих. Я вот так вот выбрала, и у меня здесь появился статус «Невыбранные параметры». А какие же параметры? А вот такие. Я же создала переменные, какие-то входные и какую-то выходную переменную. Но как обработчик поймет, откуда ему взять эти входные переменные, как соотнести вот с этими параметрами, которые мы создали в модели. И куда же выходное значение положить? Поэтому обработчику нужно обязательно соотнести. Где же входные переменные? Это вот наш уровень заряда. Это был конфигурационный параметр, максимальная наша емкость. А это сколько сейчас тратится? И куда нам положить? А вот сюда. Мы, помните, создали с вами уже параметр запаса заряда. Вот мы в него и положим. И у нас уже статус «Обработка». Пошла обработка. Возвращаемся в наши объекты. Данные пропали, но это не страшно, потому что появляется здесь такая кнопочка. На шестеронку нажала. Сразу потому что идут у нас и необработанные данные, и обработанные данные в двух потоках. Давайте проверим. Нашим вводом отправим какой-нибудь уровень заряда. Вот смотрите. Видите? Уровень заряда. И теперь у нас рассчитывается запас заряда в минуту. Чтобы вот здесь вот онлайн появился у нас тоже, просто можете перезапустить боты, чтобы вас там не смущало. Ну и все. Другие параметры я также могу отправлять. У меня ничего, ничего не будет такого страшного происходить. То есть все параметры будут отображаться. Вот поменяю уровень заряда, например, на 100. Ну, все корректно отображается. Запас заряда рассчитывается. Вот здесь в обработчиков появился обработчик, который мы назначили. И на втором работнике тоже самое. Укажу, например, здесь ноль. Что-то ноль не съел. Что такое? Еще раз нолик. Все хорошо с ноликом. Все работает. Если у вас так же, как и у меня, рассчитывается сейчас запас заряда в минутах корректно, ставим плюс чат. И уже будем выполнять последнее на сегодня задание. Посмотрим чуть более сложный обработчик, но тоже небольшой. Для парсинга пакета. Потому что вот здесь у нас, помните, очень много есть данных, которые мы из бота заполнить не можем. Потому что это будут рассчитываемые значения. Мы сейчас с вами сделаем обработчик для парсера какой-нибудь непонятной строки. Пару минут жду. Если что-то надо показать, пишите. Дмитрий, прослежу. Дмитрий, прослежу. Алексей, прослежу. Анастасия, Андрей, не пропадайте. Анастасия, не ждите. Хорошо. Не лавас. Вячеслав плюс вижу. Все. Тогда приступаем сами к последнему нашему обработчику. Так, что это у нас тут на объектах мы остановились. Мы уже давно с вами на обработчиках. Последний обработчик для парсинга входного пакета. То есть вспоминаем для той строки, в которой у нас заложено много-много данных. Сейчас мы с вами напишем обработчик, который вот эти сырые данные в формате B64 и строки данные от Beacon разложить вот такой вот пакет. Мы знаем, что в этой строке 4 байта занимает широта, 4 байта долгота, потом 4 байта высота, еще 4 байта на время в секундах и количество видимых устройств – это еще 1 байт. Вот, например, вот такая вот строка нам придет, а мы должны оттуда получить вот такие вот числа. Человек, читаем ему дату и вот здесь вот число 4. Вот что-то такое должно у нас с вами получиться после нашего обработчика. Вопрос у меня к вам. Что такое вот такие вот символы LE? Здесь маленькая подсказочка есть. Пока отправлю вам тоже в чат структуру пакета, чтобы она у вас была перед глазами. Ай, она так некрасиво отправляется. Так, а если вот так мы ее попробуем через Enter? Нет, не получится ширину красиво отправить. Ну ладно, я ее в обработчике сейчас. Обработчике в комментарии сейчас укажу, пусть нам полегче. А что такое LE? Вячеслав, Дмитрий, Алексей, кто знает? Что такое Big Endian, Little Endian? Что такое Big Endian? Порядок байтов, Олег, да, все отлично. Младшим байтом вперед, да. То есть Little Big Endian – это когда у нас прямой порядок от старшего байта, мы идем к младшему. По нашей строке Little Endian – это обратный порядок. То есть у нас сначала идут младшие байты, потом старшие. Это будем сейчас учитывать, когда будем писать наш обработчик. Ну все, пошли писать. Почему тут еще раз глобольствовать? Время позднее. Создаем новый обработчик. Парсинг пакета. Парсинг, ну не пакет, давайте парсинг данных вот так сделаем. Точно 4. Создала. И вот сейчас я эту структуру вот сюда укажу, чтобы она у нас была все-таки перед глазами. Вопрос на засыпку. Сколько входных данных здесь будет? Один. Конечно, наша строка, которую мы будем разбирать. Назовем ее там Beacons, например. Ну, сами даты, сами данные, то есть дата просто, нужно прокомментировать. Напоминаю, тип данных. Наш переменное название, наш переменный входной и какой-нибудь комментарий. На вход у нас приходят вот эти вот Beacons. Вот, первое, что мы сделаем, у нас приходит какая-то неведомая строка в формате Beacons. Но нам нужно как-то это все дело декодировать для того, чтобы уже работать с нашими байтами, брать последовательно по 4, по 1 байту, как нам нужно. До этого, вот смотрите, нам уже подсказывает, есть такой объект RIG, он устроен уже в платформу. И здесь уже есть методы, которые… Ну, там много есть методов, но сейчас конкретно нам нужен тот, который декодирует из строки Beacons. Дмитрий, а почему 5? Скажите, пожалуйста, какие у вас есть предположения? 5 – это скорее на выходе будет, да, потому что у нас там широта, долгота, высота, вот это вот как раз время события, да, и количество спутников. Это будет 5 выходных. А вот входной у нас будет 1. Давайте смотреть сейчас. Декодируем нашу вот эту вот входную строку. Ой. Вот у нас уже наш буфер с байтами от B64 мы избавились. Сейчас мы по этому буферу будем с вами идти с некоторым смещением. Давайте создадим переменную. Сначала у нас будет смещение 0. Сдадим первую нашу переменную. Это широта. Нам нужно взять из нашего буфера. Ну, что нам нужно взять? У нас 4 байта и у нас координата. То есть она у нас флот. Мы берем, и здесь в качестве аргументов указывается вот это самое смещение. А вторым, смотрите, что показывается. Little Endian у нас true, поэтому мы его пишем. У нас Little Endian. Все. Мы 4 байта забрали. Надо сместиться, чтобы следующую брать переменную. Следующая переменная у нас долгота. Создадим Lone. Точно так же откусываем дальше от нашего буфера 4 байта, в которых лежит флот значения. И опять смещаемся. Дальше. Высота. 4 байта. Опять сместились. Все получается. Все понятно, что делаем. Дальше у нас время. Тут мы что будем брать с вами? Int, uint, да, знаковый, безнаковый. Что будем брать? Мы возьмем безнаковый, 32, то есть 4 байта. И это у нас будет в секундах. А мы это с вами, помните, в миллисекундах задали, чтобы у нас человек читаем вот эту вот дату вся была. Давайте пометим, что нам нужно именно миллисекунда. Сдвинем. Опять мы 4 байта откусили. Только сейчас у нас уже не флот был, а безнаковая цена. Откусили. И последняя наша переменная, это 5 как раз, да, получается, количество видимых, опять сейчас скажу, спутников, количество видимых вот этих вот битонных мячков. Тут мы тоже возьмем с вами безнаковое, но у нас будет только один байт. Поэтому вот так вот берем. Ну, можно тоже здесь сдвинуть, если бы у нас там дальше что-то было. В общем-то, не так важно. Мы же ничего уже не делать. И вот они все подсвечиваются сереньким. Ну, почему? Потому что они расстроены, что мы до сих пор их никуда не вывели на выход. Так давайте же их пропишем нашим return. Наши выходные перемены. Сохраняю. И сейчас я сразу протестирую. Так вот так вот покажу, чтобы было все видно. У меня есть та тестовая строка, которую я вам показывала. Сейчас я вам ее отправлю. Я ее тоже сюда введу и посмотрю. Ага, широта, долгота, высота. Да, все корректно. Количество спутников 4. И тут какое-то время, пока что оно в 0 секундах, но уже похоже на какой-то вид именно. Вот эти вот секунды. Да, и здесь вот 3 нуля. Вроде похоже, вроде нормально. Так, у меня еще одна есть. Давайте проверим на ней. Там, как я помню, должно быть 7 этих бекон. Ага, широта, долгота. Тут что-то рассчиталось. Все хорошо. Ну, я предлагаю здесь особо не томиться и пойти уже на объекте это все посмотреть. На объектах, на тех же самых объектах мы и сделаем то же самое. Не выбраны параметры. Почему? Конечно, нам нужно вот сюда сходить. Заполнили входную нашу строку. И пошли выбирать выходные. Куда нам, в какие параметры наши рассчитанные значения разложить. Все, я заполнила. У нас уже пошла обработка. Ну так, пойдемте же проверим. Так, какие вот я вам строки давала? Отправила. У меня тут немножечко в Firefox сбивается. Если Chrome используете, у вас, скорее всего, все здесь уже ровненько будет. Вот широта, долгота, высота, время. Смотрите, какое. Видите, какое время хорошее, не какие-то там миллисекунды. И количество устройств тоже корректное. Отправлю другую строку, посмотрю. Все, корректно пересчиталось. Все, хорошо. Широту и долготу я какую-то отправила. Ну-ка, давайте посмотрим. Где же, я же, помните, говорила, по широте и долготе. Он где-то отображается на карте. Но он где-то отобразился, да. Я на 100% уверена, что это именно та широта и долгота, которая указана здесь. Так, если у вас здесь все сейчас корректно рассчитывается, ставим плюс в чат. Жду пару минут. И сейчас мы сделаем с вами последнюю вишенку на торце. И будем заканчивать. То есть буквально еще пять минуточек. Алексей плюс Ижа. Так. Дмитрий вижу. Я вам хотела бы сейчас еще показать, как у нас объект, что вообще можно делать с этой картой. Но вот эта широта и долгота сейчас генерируется только по пакету, который я отправляю. А в боте я ее никак не могу задать, чтобы вам показать именно, как объект по карте перемещается. Поэтому я хотела бы сделать следующее. Вот этот обработчик. Я сейчас с объектов уберу, чтобы он нам не мешался. И смотрите. Вот из бота я сейчас не могу широту и долготу задать. Но давайте сейчас укажем какой-нибудь источник. Ну, предположим, широта и долгота нам все-таки приходят. Да, ну, просто какой-то источник укажу. Просто ради того, чтобы он в боте у нас появился. Перезапущу обязательно бота, чтобы все это подтянулось. И теперь попробую отправить широту и долготу. Вот смотрите, видите, теперь я могу ее отправить. И на карте у меня, ну, вот я какие-то координаты отправила, да, и он у меня куда-то улетел. А теперь смотрите, еще какая фишка есть в боте. Вот я могу вот так вот потянуть, нам это завтра понадобится. Почему я про это рассказываю? Нам это завтра понадобится, когда мы с вами будем тестировать ход и выход из геозоны. Вот могу вот так вот потянуть, у меня здесь будут координаты Вологды. Вот так прям по карте перемещать. Широта и долгота обновляются в соответствии с тем, куда я маркер на карте поместила. И еще две вот такие интересные кнопочки. Первая кнопочка, ну, первая справа, она более интересная. Центрирование на карте. То есть вот я куда-то увела, потеряла нашего работника, мне интересно, где же он. Я взяла, отцентрировала и все. А вторая кнопочка – это следование. Если у вас, например, ну, работник двигается, да, по карте, ну, лучше привести пример с автомобилем, потому что он как-то значительно по карте перемещается, а у вас включена кнопочка следовать, тогда у вас объект будет всегда в центре карты, а карта будет перемещаться относительно него. То есть у вас всегда объект, за которым вы следите, будет находиться в центре карты. Это тоже бывает очень полезная функция. Попробуйте. Если это получилось, ставим плюс. То есть я сейчас… Ага, что-то мое сообщение пришло. Я сейчас задала источники у широты и долготы, при этом обработчик сняла, чтобы он нам не подменял нашу широту и долготу. Перезапустила бота, чтобы наши новые параметры подтянулись. И теперь я могу отправить широту и долготу А отсюда из бота, и Б перемещая его по карте. У кого получилось, ставим плюс. И будем заканчивать уже на сегодня. Спасибо. Молодцы все, кто дошли до финала. Кто не дошел, я уверена, с записью разберутся, посмотрят. У нас тем более завтра второй день. Все вопросы, со всеми вопросами, которые возникли, можно будет прийти, посмотреть. Тем более завтра материал у нас с вами поменьше. Думаю, что даже может быть меньше, чем полтора часа будет. Поэтому мы завтра будем посвободнее с этим всем. Все. И у нас блок рефлексии традиционный на всех занятиях оттуда, на всех занятиях курса. Давайте осмыслим, подумаем, что вообще, как мы сегодня прошли. Какие у вас возникли основные мысли, какие, может быть, идеи возникли. Может быть, на что-то вас вдохновило это. Либо, может быть, вы пришли с какими-то целями, но пока что их достичь на данном вебинаре не удалось. Напишите, пожалуйста, чтобы я знала. Пару минуточек на этом. Будем заканчивать. То есть на что вас вдохновило, какие основные идеи возникли, появились. И что хотелось бы сделать, но пока не получилось. Продолжение следует... Почему же только для сладки? Андрей спрашивает, эта платформа только для сладки? Конечно, нет. Я с самого начала говорила, что вы можете подключить свое реальное устройство. Сейчас на примере бота. Вот боты, они используются для отладки. Боты – это просто чуть-чуть что-то потестировать, посмотреть вообще функционал платформы. Потому что сейчас мы в наших реалиях не можем подключить, реальное устройство. Этим мы будем заниматься уже на курсе, потому что это просто более трудоемкий материал. А платформа, конечно, на ней, конечно, для продакшена. Только, конечно, не с такими ограничениями, как у нас сейчас базовая лицензия. То есть это может быть платная лицензия, либо какая-то другая по договору. Но, конечно же, у нас много рабочих проектов, которые сделаны, которые работают, которые зарабатывают деньги. Конечно же, там используются не боты, а реальные автомобили, реальные самокаты и другое реальное оборудование, которое применяется в IOT-кейсах, в IOT-проектах наших клиентов. Сейчас мы с вами просто посмотрели некоторые возможности. Может быть, вас это вдохновит на то, чтобы взять сегодня какое-нибудь устройство, или завтра, или на выходных, и подключить его, и посмотреть, что все данные с устройства вы получите. Команды вы можете на устройство отправить. Оно действительно что-то сделает, получиваете команды. Плюс вы можете наполнять интерфейс с какими-то дополнительными рассчитанными данными. А завтра уже мы будем смотреть, какую можно применить автоматизацию и геозоны. Я почему-то думала, что IOT-это про подключение датчиков по Wi-Fi. Ну, это тоже, конечно, входит в IOT, но IOT-это более широкое понятие. Это, конечно, не только датчики, это могут быть еще исполнительные устройства, это могут быть какие-то комплексные, сложные устройства, которые включают в себя ряд датчиков, ряд реле каких-то сенсоров, каких-то актуаторов. Подключаются, которые через интернет. Про парсинг и МКТТ… Ну, про парсинг уж не знаю, это такая, может быть, не слишком общая ситуация. Но МКТТ – это один из наиболее популярных протоколов интернет-вещая, поэтому про него хотя бы в общих чертах можно посмотреть на меня в статье, можно другие какие-то более удачные статьи на хабре посмотреть, такие общие вообще про принципы, про брокеры, про публикации, про подписки. Вот, поняв просто это взаимодействие, как строятся МКТТ-сети, вы уже сможете реализовать огромное количество IOT-проектов. Вот, плюс-плюс-плюс. А, и я хотела сказать, ну, прям там погружаться в протокол МКТТ, то есть открывать спецификацию, там, смотреть вот эти все 500 страниц, на таком уровне, как бы на уровне пользователей, если просто у вас есть устройство, которое работает там МКТТ, это, в принципе, не нужно. То есть главное понять, как вообще вот публикация, что такое подписки, что такое брокер. Осознать, что вот наша платформа в этой сети выступает в роли брокера, который отправляет вот эти сообщения, получает сообщения. Вот, все. То я все, я разошлась. Анонсирую, завтра у нас вебинар, завтра у нас второй день, мы будем с вами завершать наш проект по тематике шахт. Мануалы по подключению устройств к платформе есть. Это документация на сайте, как там, господи, райтек. Так, в общем, в Аблиоте райтек. Я забыла, как там у нас окончание. Может быть, мне кто подскажет из коллег, если они еще здесь. Сейчас не хочу уже проверять, уже устала, честно говоря. Есть раздел там документация разработчикам, и все там написано. Завтра к вам на вебинар приду прямо уже с этой ссылочкой, сразу покажу. Так, завтра, значит, у нас 20 октября в то же самое время мы будем продолжать второй наш день. Я вас очень благодарю за то, что вы сегодня со мной были, провели свой вечер. Я надеюсь, что вам было очень полезно. Олег, да, Олег уже поделился ссылочкой. Вот, и у меня к вам, в свою очередь, огромная просьба. Пожалуйста, пройдите опрос и дайте свою обратную связь. Что было интересно, что неинтересно, что было полезно, что вредно, может быть. Может быть, вы просто потратили время или, наоборот, узнали очень много чего интересного, и вам понравился инструментарий, которым вы сегодня пользовались. Напишите, пожалуйста. Анастасия, да, вижу. Пожалуйста, рада, что было полезно. Напишите, пожалуйста, дайте какую-нибудь обратную связь. Будет очень интересно это изучить для развития, для саморазвития, для развития вебинаров в будущем, чтобы сделать для вас в прийти вебинары еще более интересными. Я вас благодарю за внимание. И все, кто сегодня был, жду завтра. И всех новеньких, кто посмотрит записи или сможет завтра прийти, буду ждать. Будет у нас с вами еще много чего интересного. Все. Всем хорошего вечера. Пока-пока.